В Ленинском районе были зафиксированы случаи бешенства животных. Мы пригласили в студию начальника отдела организации противоэпизоотической и лечебной работы территориального ветеринарного управления номер 4 по Московской области Анатолия Авдиенко. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чем опасно бешенство для человека? Бешенство относится к разряду особо опасных заболеваний. Для человека представляет очень большую и серьезную угрозу, угрозу жизни человека. Может быть наступать при заражении животных, при несовременном обращении за антиарабической помощью, может наступить летальный исход. А сколько случаев заболевания зафиксировано на территории нашего муниципалитета с начала года? С начала года на территории Ленинского муниципального района зарегистрировано 5 случаев заболевания животных бешенством. Из них, назову, было две собаки, одна лиса и один кот. Самым опасным переносчиком бешенства в дикой природе являются лисы. Заболеваемость лисиц по области, если судить, составляет 70% от всех видов животных. На сегодняшний день по Московской области зарегистрировано 121 случаев заболевания животных бешенством. Два случая заболевания животных бешенством из пяти приходится на поселок Володарского. 17 ноября в этом месяце была зарегистрирована собака в поселке Володарского также, но бездомная собака. По последнему случаю мы провели очень хорошую плодотворную работу. Сейчас у нас проводятся сходы граждан. Что же нужно делать, если даже есть подозрения на укус бешеного животного? Если вы почувствовали, что вас кто-то сзади укусил или на вас набросилось дикое плотоядное животное, либо бездомная собака, даже домашняя собака, необходимо в первую очередь сразу промыть рану с мылом. Значит, 50% вероятности, что вирус вымывается с мылом. Вторым, значит, решающим значением является современность обращения. Нужно в этот же день обратиться в травматологический пункт и тут же сообщить в ветеринарное учреждение, что меня укусило бродящее там или домашнее животное. Большое спасибо, что были гостем нашей студии и дали нам исчерпывающую информацию. А я напомню, что у нас в гостях был начальник отдела организации противоэпизоотической и лечебной работы территориального ветеринарного управления номер 4 по Московской области Анатолий Авдиенко. Продолжение следует...